Продолжение следует... Смотрите, мы приходим в церковь, и то, что больше всего люди не хотят, то, что мои братья и сестры больше всего не хотят, то, что моя плоть больше всего не хочет, знаете что? Это слышать правду. Но вы ее будете слышать, пока я здесь стою, я обещаю вам, я буду говорить правду. И не всегда она будет идти, как елей на сердце, иногда она будет идти, как соль на рану. Но, тем не менее, именно Иисус сказал, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. Представляете, что многое может контролировать нас, многое может держать нас, но когда мы слышим истину, то мы понимаем, что больше нас ничего не держит, мы свободны. И вот я хотел бы сказать каждому человеку, кто сейчас здесь, кто смотрит, кто будет смотреть, что наша жизнь, человеческая жизнь, она имеет смысл только когда в ней есть Бог. Объясню, объясню почему. Смысл жизнь не имеет вообще. Представь, ты родился, ты вырос, ты выучился, ты зарабатываешь деньги, но что-то присутствует в твоей жизни, то, что все перечеркивает. И знаете, мы не раз видели портреты людей, где перечеркнута черной линией. Вот зачем, я не понимаю просто, зачем это вообще нужно, но так есть, мы ничего изменить не можем. И присутствие смерти в жизни каждого человека перечеркивает всякий смысл в жизни человека. Человек говорит, у меня смысл это, у меня смысл жизни, это мои дети. Послушай, смерть все перечеркнет, ты все потеряешь. И что у тебя было, что у тебя не было, вообще будет уже не играть, никакой смысле. Присутствие смерти в жизни человека перечеркивает абсолютно всякий смысл в жизни. Какие-то достижения, какие-то деревья, какие-то дома, какие-то дети успешные, там что-то, великие какие-то просто свершения на земле. Все перечеркивает вот это вот единственное нехорошее, как сказать, последствия жизни человека. Но смысл жизни обретается только тогда, когда в ней присутствует Иисус. Почему? Потому что Он сказал, я есть путь и истина, и жизнь. И если ты веришь в Иисуса Христа, значит ты мудрый человек. Значит ты любишь себя, по-настоящему ты любишь себя. И никогда в твоей жизни не будет этой черточки перечеркнутой. Потому что Иисус сказал, что человек верующий в Иисуса перешел от смерти в жизнь. Аллилуйя! Придите на Иисуса могилу, и вы увидите, вы будете в шоке, что все лежат в могилах, а его нету. Его нету там. Аллилуйя! И каждому верующему в Него Иисус дарит жизнь. И тогда у нас в жизни появляется смысл. И мы детей растим, и достигаем, и учимся, и что-то мы, как сказать, карьеру свою строим и так далее. Потому что мы знаем, что еще и лучше нас ждет. А когда человек ко всему стремится, зная, что ему придется просто встретиться с этой реальностью, тогда смысл теряется. Поэтому обретите настоящий смысл жизни. Настоящий смысл, когда Иисус сказал Марии, Я есть воскресение и жизнь. Я есть верующий в Меня. Если и умрет, оживет. Веришь ли ты всему? Он сказал, я верю, да, когда-то это произойдет. Он говорит, я, если здесь, то это не когда-то, это прямо сейчас. Аллилуйя! Аминь! Тема проповеди будет называться «Стопроцентный праведник». Кто такой стопроцентный праведник? Может, это особый человек. Может быть, он в особой какой-то одежде. Может быть, он как-то особенно живет. Кто такой стопроцентный праведник? Может, это человек, который много добра творил, и поэтому он стал праведником? Вот сегодня мы будем рассматривать. Я хотел бы, чтобы мы открыли Писание. Откровение 21-27. Здесь сам Господь Иисус говорит. И Он говорит нам про небесный Иерусалим. Представьте, награда каждого верующего. Даже, может быть, ты что-то делал для Христа, или ты просто успел спастись. Тебя ждет великая награда. Это жизнь с Богом. Это уже награда. И вот, смотрите, здесь Господь говорит. И не войдет в Него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Ты счастливый человек, если ты уверен, что твое имя есть в списках. И тебе надо очень переживать, очень переживать, если ты не уверен, есть ли там твое имя. Здесь сказано, что туда никто не войдет. Ничто нечистое, если у нас есть грехи. Если мы их не оставили. Если мы сознательно грешим, то мы не сможем туда попасть. Ничто нечистое, ничтое. А только те, которые записаны у Агнца в книге жизни. А кто же эти люди? Это и есть те праведники, те стопроцентные праведники. Хочу сразу сказать, что перед Богом, когда Бог смотрит на человека, у него нет шкалы, мерки. Вот он смотрит на человека, допустим, на какого-то, да? О! 73% праведности. Брат, поднакачаться надо, чтобы орел ярче светил. Сестра, у тебя 30%. Много говоришь. Не того. Это шутка. Вот брат сидит, Библию читает. У него 99%. Ему еще один бонус получить? Все. Ему гарантируют. Послушайте, перед Богом есть либо 100% праведник, либо 100% грешник. И нету праведника на 90%, на 50%, на 70%. Нету. Есть либо праведник, либо грешник. Давайте мы вот просто порассуждаем. Женщина. Кстати, поздравляю всех, дорогих мам, с вашим днем, с днем мамы. Пусть Бог благословит вас и укрепит вас, и поможет, уберет от вас всякий страх, неуверенность, суету, и даст вам мир и свободу. Допустим, женщина. Вот она забеременела. Она забеременела на 30%, на 50% или на 100%? Она беременна на 100%. Если она беременна, если она беременна, она беременна на 100%. Да, но ничего же еще не видно. Послушайте, то, что плод развивается, это совсем другая сторона. Но она беременна. А этого не видно по ней еще. Никак, вообще никак не видно. Но она беременна. Она может только это знать. Как один брат, он позвонил и говорит, моя жена чуть-чуть беременна. Немножко беременна. Беременна. Это что значит? Это значит, что, может быть, еще как бы процесс идет какой-то? Может, еще и не будет беременна или что? Нет, либо ты беременна, либо ты не беременна. Либо ты 100% праведник, 100%, не 99%. Либо ты 100% грешник. Давайте мы прочитаем еще местописание. Почему я читаю местописание? Чтобы не свою речь толкать здесь, не свой ум, не свои догадки, не свое осознание предлагать вам. Но чтобы мы смотрели, что это Слово Божье говорит. И Слово Божье – это фундамент, на котором мы можем строить свою жизнь. И в Библии мы знаем, Иисус говорил, есть два домостроителя. Один построил свою жизнь. Он строил. Представляете, он строил, он вкладывал силы. Только он не знал, что его дом рухнет. Вся его жизнь разрушится. Потому что он был легкомыслен. Он относился к жизни так. Ах, пойдет. Но другой был домостроитель. Он построил свою жизнь на прочном основании. Прочное основание, на котором мы можем строить свою жизнь – это Бог. Это Его Слово. Это Иисус Христос. И давайте мы обратимся к римлянам 5 главе. Римлянам 5. И послушаем, что нам Слово Божье говорит. Но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И сейчас, когда мы оправданы Его кровью, мы тем более будем спасены им от Божьего гнева. Послушайте, грешник был спасен кровью Иисуса. Он ничего хорошего не сделал. Что сделал доброго грешник, который рядом умирался Иисусом на кресте? Что он сделал доброго? Что? Ни-чи-го. А стал праведником. Почему? Потому что вот эта кровь, которая сейчас выливается с Иисуса. Она, именно она, омывает Его. Наша праведность не зависит от наших дел. Но, когда мы стали праведными, у нас появляются добрые дела. Но они уже делаются вместе с Богом. Мы иногда думаем, о, какой святой человек. Подождите, а почему он святой? Он такой добрый. Послушайте, то, что он добрый, еще не говорит, что он святой. Он добрый, но он грешник. Он может быть добрым грешником. Если Иисус не придет в его жизнь, если его грехи не будут омыты, то он будет все равно лишь грешником. Потому что все люди согрешили и лишены славы Божьей. Все это означает все. И нету исключения. Единственный, кто не согрешил, это Иисус Христос. Потому что его отец был Бог. Зачата Мария была от Святого Духа, а не от Иосифа. Посмотрите. Но Бог проявил свою любовь к нам. Праведность в нашу жизнь приходит через любовь Иисуса Христа. Это даже не наше решение. Как грешник может стать праведником? Никак. Абсолютно никак. Бог проявил свою любовь к нам. К нам, грешникам. Что Христос умер за нас. Когда нас еще даже на земле не было. Он висел там, в Израиле. За городскими воротами. И умирал за нас. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда я даже не думал об этом. Когда я даже не знал этого. Я родился во грехах. Я родился во тьме. Но все уже было приготовлено для меня. И вот этот момент истины. Когда человек достигает Евангелия. И он призывает имя Иисуса. Он начинает обращаться. В этот момент происходит омытие крови Иисуса. И человек становится чистым. Весь регистр его криминальный. Просто за одну секунду. Делит. Одна кнопочка. Ангел просто держит палец на делите. Как только молитва произнесена. Делит. Вся твоя жизнь улетает моментально. Вся. Все твои грехи прощены. И в день водного крещения. Все это. Ты умираешь. Ты старый грешник. Ты умираешь. И тебя водяная могила хоронит. И все. Ты начинаешь новую жизнь. В том же теле. Но уже ты другой. Ты внутри другой. И вот об этом Иисус и говорил. Кто не родится свыше. Не может увидеть царство Божьего. Присутствие Божие. Не может увидеть. Это означает даже. Не просто не может быть там. Он даже видеть это не сможет. И вот посмотрите. Когда мы были грешниками. Мы ничего не могли сделать. Я ничего не мог сделать. Для своей праведности. Это все сделал Иисус. Он умер за меня. За меня. Вместо меня. Вместо меня. Когда я смотрю. Что на Иисусе не было. Ни одного живого. Кусочка тела. Потому что его. Хлестали плетью. И эта плеть. На конце были металлические крючки. И они вырывали. Они впивались. При ударе. Римские солдаты были самые жестокие убийцы. И они знали. Как хлистать человека. Чтобы наносить ему максимальную боль. Максимальную боль. И когда впивались при ударе эти крючки. То потом этот солдат он вырывал обратно эту плеть. Написано в Библии. Что ему дано было 40 без одного. 40 ударов без одного. 39 ударов. И вы можете увидеть там себя. Что это вместо вас. Умирал Иисус. Он это все сделал. Для моей праведности. Я не могу ничего сделать. Если я делаю что-то. Чтобы перед Богом заслужить праведность. Значит я буду в категории грешника. Если я что-то. Пытаюсь сделать. Перед Богом. Чтобы заслужить его внимание. Его одобрение. Его милость. Чтобы он обратил на меня внимание. Я грешник. И он не будет на меня обращать внимание. Он обращает на меня внимание. Только через кровь Иисуса. Все остальное для него это тление. Это грех. И посмотрите 9 стих говорит. И сейчас. Когда мы оправданы его кровью. Не своими делами. Его кровью. Мы тем более будем спасены им. От Божьего гнева. Тем более. Знаете почему прощение грехов такое легкое? Это очень легко. Ничего не надо делать. Только принять. Вот если что-то надо сделать. Только принять это. Сказать. Я принимаю тебя. Я принимаю твою жертву. Я принимаю твою любовь. Все. Это максимум. Что ты должен сделать. Для своей праведности. Потому что ты не можешь никак. Как заработать праведность перед Богом. Стопроцентный праведник. Это самый обычный грешник. который омыт кровью Иисуса Христа. Стопроцентный. Не девяносто процентный праведник. Иногда мы думаем. О, это святой человек. А почему он святой? Он оден в длинные одежды. Он занесен в лик святых. С какой стати он занесен в лик святых? Он такое сделал. Он такое сделал. Послушайте. Я знаю одного, кто только сделал. Это Иисус Христос. Все. Я знаю, что Александр Матросов бросился на пулемет. Под пули. Но надо еще выяснить обстоятельства. Почему он это сделал. Какая причина. Какой мотив был. Был ли он нетрезвый или трезвый. И так далее. Да, он спас свою жизнь. Но Библия говорит. Что толку, если человек приобретет весь мир. А душе своей повредит. Самоубийство. Знаете. Ценою самоубийства. Спасение людей никому не надо. Никому не надо. И самое сложное в христианстве. Это когда менять наше мышление. Мы настолько закоснели. Вот мы говорим. Израильский народ. Вышел из Египта. Бог их вел в обитованную землю. Где течет молоко и мед. И он шел вместе с ними. И они не понимали. Их мышление не менялось. Они говорили. Вернемся в Египет. Вернемся в Египет. Египет никак не мог выйти из их башки. Головы. Они уже вышли из Египта. А Египет не вышел из них. Они все жили в этом рабстве. Продолжали жить. Потому что они не могли никак оторвать своего взора от прошлого. Прошлое влияло на них. Молитесь, дорогие друзья, братья и сестры. Чтобы прошлое вы забыли. Вот максимально вы забыли прошлое. Единственное, помните, что вы были великим грешником и стали праведниками. Это вы можете. Не надо вспоминать подробности. Я скажу так. Бог много... У меня провалы есть. Я не помню, что я делал в эти годы, в эти годы, в эти годы, в эти годы. Я помню, образно, может быть, по чуть-чуть. Я даже не вспоминаю. Не надо. Потому что у людей человек уносится, переносится. Он услышит где-то песню, там, какой-нибудь отель Калифорния, и все. И он там уже весь, он помнит, там, вот, знаете, у него воспоминания. Да, один там пастор говорил, что он под эту музыку хотел закончить жизнь самоубийством. Понимаете, у человека очень много связано. Мы живем по чувствам. Кто-то влюблялся. У кого-то отверженная любовь. Это всю жизнь человек несет. И где-то он слышал, где-то увидел. У него все вспыхивает. Вы должны отсечь от себя прошлое. Нам дано будущее и настоящее. Прошлого нету. И прошлое может влиять на вас. Плохое или хорошее. Оно может разрушать вашу жизнь. Дьявол может сказать, вспомни, сколько зла ты нанес людям. Вспомни, он может долбить тебя. А ты скажи, мое прошлое похоронено. Его нету больше. Его нету. Все. И дьяволу, если он напоминает тебе прошлое, скажи ему о будущем. Его ждет озеро огненное. А он этого слышать не хочет. Так что, если он пришел и обвиняет тебя за прошлое, напомни ему его будущее. И выгони его. Вот скажи ему и выгони. Больше не позволяй ему говорить. Скажи, во имя Иисуса Христа, отойдет мне стана. Такой вопрос создается. Если праведник, это обычный грешник, который омыт кровью Иисуса, так я смотрю на моих братьев и сестер в церкви, верующих, да, это что, праведники? Да я знаю ее. Я знаю его. Я знаю, я насквозь вижу. Послушай. То, как видит человек, отличается от того, как видит Бог. Что Бог не знал, что мы грешники. Мы вообще себе помочь никак не могли. Никак. Поэтому кровь, когда омыло, Бог нас воспринимает на основании крови. Если присутствует кровь Иисуса, ты можешь быть оправданным. Если там крови нету, ты не можешь быть ни по каким другим статьям оправданным. Такой статьи нету. Есть только одна статья оправдания. Это кровь. Где говорится кровь Иисуса. Больше ты не можешь быть никак спасенным. Больше ты никак не можешь быть оправданным. Такой вопрос создается. А праведники грешат? А как же? Что за вопросы? Согрешают. Некоторые грешат даже. Вот. Все зависит от совести. А у меня встречный вопрос. Вот праведники грешат? Да. Так что это за праведники? Праведник это тот, кто вообще не грешит. Тот, кто совершенный. А у меня такой вопрос. Вот у вас есть какое-то гражданство. Финское, эстонское, российское. Может, какое-то американское гражданство. И вот вы ошиблись. Вы в чем-то. Вы сделали какой-то грех и преступление. Может быть, даже кто-то сделал преступление. Лишают ли вас гражданство? Вот если вы, например, что-то сделали. Вас не лишают гражданство. Вы по-прежнему являетесь гражданином той страны. Да, вас могут лишить свободы. Но гражданство никак. Куда тебя выгнать? Такой страны нет без гражданства. Ну, к индейцам тоже нет таких прав у стран. Вот согрешил такой. Давайте его выкинем вот к тем индейцам, у которых нет вообще там ни закона, ни конституции. Вот туда его давайте. Такого нету. Если вы согрешили, вы по-прежнему являетесь гражданином своей страны. А если вдруг вы еще раз согрешили, уже сознательно согрешили, вы по-прежнему остаетесь гражданином той страны, того паспорта, который у вас есть. Все. Это решено. Это ваш статус. Да, вы можете быть наказаны. И в Библии есть такое. Извините, братья и сестры. Когда предают сатане воизмождение плоти. Это крайние меры. Это самые крайние меры. Когда человек верующий грешит, когда он там в блуд впал, в какое-то воровство, в ложь, такой человек может потерять свое тело. Он может заболеть. С него снимается охрана. Но душа, чтобы спасена была. Бог даже такое предвидел. Праведник, настоящий праведник, если он осознанно пришел к Богу, даже если он согрешит, он будет чувствовать себя ужасно. Он будет чувствовать себя грязно и противно. Что он будет делать? Он бежит сразу омываться кровью Иисуса. Когда вы запачкались на работе, вспотели, грязный, в пыли. Что вы делаете? Вы приходите домой, принимаете душ. Это желание человека нормального помыться. Мы живем на несовершенной земле, где несовершенные люди нас окружают. У нас один есть только совершенный. Это Отец Небесный на небесах. Все остальное это несовершенство. И вы согрешаете. Я согрешаю. Но это не лишает нас статуса, который приобрел не я моими стараниями и заслугами, а тот, кто висел на кресте. Вот почему сегодня так легко получить прощение. Потому что так ужасно было, оно досталось Богу. Так ужасно и так больно и так сильно Иисус был наказан. Поэтому каждый, кто сегодня призовет имя Иисуса, спасется. От искреннего сердца. От чистого сердца. Знай, что тебя любит Бог. Знай, что у тебя все будет хорошо. У тебя все будет хорошо, если в твоей жизни есть Иисус. И если ты строишь свою жизнь на правильном основании, даже если придут проблемы, они тебя не коснутся. Не коснутся. Как Иисус. Почему Он спал в лодке, когда лодка тонула? Потому что Он знал, что все под контролем. И что это не Его час. Вообще далеко не Его час. И Он просто спал. Знаете, спал, Его лодочка качалась. А ученики вычерпывали воду из лодки. Говорили, мы тонем. Прозбудили Его те, что нужды нет, что мы погибаем. Смотрите, они смотрели. И говорили, мы погибаем. Иисус говорит, проснулся и говорит, да все нормально. Все нормально. Все под контролем. Мое служение на середине. Я еще не умру. И стало запретил ветру. И моментально наступила тишина. Когда ты с Иисусом. И пришли какие-то бешеные проблемы. Просто на тебя сорвались эти злые собаки. И бегут на тебя. Просто отдыхай. Протянешь свою руку и скажешь. Стоп. Во имя Иисуса Христа. И говори. Приказывай. И они заскулят. Хвосты подожмут и убегут. Потому что ты не один. Ты не один. Ты с Иисусом теперь. Все. Ваша жизнь переплелась. Но горе тебе, если ты играешься с Богом. Если ты заигрываешь с Богом. Если ты еще не преклонил свои колени. Однажды по твоим коленям так ударят. Что ты просто упадешь. Рухнешь на колени. Были такие непреклонные в тюрьме авторитеты. Их избивали. У них были звезды наколоты. Что они не преклонят перед ментами свои колени. Им били специально. Ломали ноги. И они падали. И они все равно их заставляли становиться на колени. Когда человека жизнь поставил на колени. Помни. Это удобное положение для молитв. Когда мы стоим во весь рост. И мы в жизни еще боги. Я делаю, что я хочу. Я думаю, как я хочу. Послушай. Однажды придет твоя жизнь. Придет за тобой. Поверь. Ты не исключение. Придет за тобой беда. Придет ленточка черная в твою жизнь. Если ты без Иисуса. И ты упадешь на колени. И дьявол упадет на колени. Он самый гордый из всех, кто только есть. Написано, что он преклонит свои колени. Перед именем Иисуса. Преклонят. Заставят. Он будет вынужден сам встать. Потому что это приказ. Поклониться всем. Мы приходим. Мы преклоняем колени от любви. Мы говорим. Я плинтус. Я краска напольная. Я никто. Иисус, ты все. И нам это не сложно. Смириться перед Богом. Но сложно тем, которые еще считают себя кем-то. Потому что Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. Примите, братья и сестры, благодать. Примите. Чем быстрее, тем лучше. Аминь. Давайте сейчас помолимся.